Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Ну что, дорогие друзья, как там у Чехова в трёх сёстрах? В Москву, в Москву, только чеховские героини так и не сдвинулись с места, не доехали до Москвы, а Лена Хэппи доехала. Лена Хэппи прилетела в Москву и тем самым утерла якобы нос своим недоброжелателям, своим хейтерам, включая обзорщиков. Хотя уже из последнего её видео, в котором она мечется в аэропорту в Америке, было понятно, что, скорее всего, Лена всё-таки держит курс на Россию, потому как она обмолвилась тем, что у неё нет авторучки при себе, с тем, чтобы потом заполнять декларацию, которую требуют для въезда в Россию. Ну, что сказать в целом? Лена может держать интригу. Давайте признаемся, что приключение Лены Хэппи сейчас является самым интересным сериалом, если сравнивать его с другими сериалами, которые разворачиваются у нас на глазах. Например, тот же сериал с Леной Ланги. Казалось бы, две Лены, обе путешественницы. Причём одна из них уже бабушка. Но она как бы не бабушка, но всё-таки бабушка. Я об этом скажу позже. Пенсионерка по российским законам. Вторая, молода, свежа, замужем за миллионером. Успешная бизнес-мини-бикини. И теперь сравним два этих сериала. У бабушки Лены Хэппи жизнь бьёт ключом, неожиданные повороты событий, вечные интриги. И все с удовольствием следят за этим сериалом. Тогда как у молодой Лены Ланги скукота, нудистика, ничего не происходит. Если бы не мексиканцы, которые выходят из кустов время от времени, чтобы навредить сладкой парочке Трою и Лене, то бы вообще нечего было смотреть, вообще было не о чем бы говорить. Но речь сейчас не о Хоффманах, не о Брукманах, а о Лене Хэппи. Итак, Лена Хэппи прибыла в Москву и остановилась в отеле в самом сердце столицы. И, конечно же, больше всего комментаторов, комментирующих её видео, обеспокоил вопрос, почему Лена не остановилась у родственников, в частности, у сына, ведь сын живёт в Москве. Ну, ребята, что за глупые вопросы? Я даже сейчас не хочу говорить о том, что Лена стала американкой, в отличие, например, от той же Галины Смит, которая очень много кричит о том, что она американка, но никогда ни за что не потратит и копейки, чтобы остановиться в отеле. Она будет жить у родственников, у каких-то подруг, у малознакомых людей, у подписчиков, но только не в отеле. Лена в этом плане более открыта, более ведёт себя по-американски, и, в частности, она себя прекрасно чувствовала в различных отелях в Турции. Она уже привыкла к тому, что в отеле можно жить очень даже комфортно. Там сервис, там за тобой убирают, там можно позвонить, тебе всё доставят. Но дело даже не в этом в данном конкретном случае. У какого сына Лена может остановиться? Сын ведь не один, сын живёт с женой и ребёнком этой жены, то есть не своим биологическим сыном, хотя он считает его своим сыном. Но не стоит забывать, что Лена ведь не приняла жену сына, и уж тем более не приняла её сына, то есть ребёнка этой жены. Очень запутанная история, но, тем не менее, Лена неоднократно говорила, что она не признаёт этого мальчика, не считает его своим внуком, и, в принципе, она никогда сама ему не покупала подарков. Также, что мне сразу бросилось в глаза, вернее, то, что, по-моему, сразу режет слух в словах Лены, это то, что она назвала всю свою многочисленную семью, с которой она увидится на следующий день. Это мама-папа, сын, дочь, брат и всё семейство брата, племянники, племянницы. Но ни одним словом Лена не обмолвилась, что она увидится с женой сына и с сыном этой женщины. Понимаете, какие там отношения натянутые до предела? И, естественно, и речи быть не может о том, что Лена въедет и остановится в квартире жены сына. Да и зачем, как говорится, ютиться у родственников, если можно снять отель, тем более, что деньги у Лены есть. Лена хорошо заработала на траке в последний раз, поэтому Лена себя ни в чём не будет ограничивать. Пойдёт к стилисту, будет гулять по ресторанам. В моих словах совершенно нет нотки осуждения. Единственное, что я хочу сказать, что я всё-таки согласен с некоторыми из комментаторов, которые считают, что для нашей ментальности, так сказать, сложно понять, что человек не останавливается у родственников. Мне, например, лично, вот я пытаюсь поставить себя на место Лены, мне бы, например, было трудно представить, что я бы не остановился у мамы и у папы, например, если бы я приехал в этот город. Вот представьте, я приеду в этот город, где у меня живёт мама, папа, сестра, и я скажу им, что я останавливаюсь в отеле. Но они, мне кажется, просто на меня обидятся. Но я не представляю, как это возможно после долгой разлуки. Но я думаю, там, возможно, какие-то семейные обстоятельства, или Лене необходимо быть в Москве, в центре Москвы, прям в самом поблизости с салоном красоты, куда она пойдёт, поблизости с теми ресторанами, которые она хочет посетить. И она не хочет просто блуждать по Москве, а вот быть в тех, в районе тех мест, которые ей нужны будут для посещения в ближайшие дни. Единственное, я так и не понял, сколько же дней она остаётся? В отеле она остаётся три дня. А сколько дней Лена, интересно, останется в Москве? Или она поедет куда-то в другое ещё место? Может быть, в Подмосковье? Всё-таки у неё родители, может, в Подмосковье живут, откуда она сама? Не знаю, но будем следить, конечно, за тем, что будет происходить в жизни Лены. А вообще интересно, да, что за три дня в этом отеле Лена заплатила больше, намного, чем дочь Мадам Эс заплатила за больший номер в центре Парижа. Как мы знаем, дочь Мадам Эс поехала встречать саму Мадам Эс, Валентину, в Париже. Мадам Эс прибыла во Францию после того, как она переболела. И цены на отели в Париже всё-таки до сих пор ниже, чем они некогда были. Видимо, до сих пор сказывается кризис. Здесь сейчас предвещают четвёртую волну и четвёртый локдаун. А в Москве кризис не кризис, цены держат на уровне. Хотя, может быть, это тоже была цена со скидкой, я не знаю. А вообще, конечно, Лена, мне кажется, должна присмотреться теперь к русским мужчинам. Она уже прошла через интернационал. И, возможно, вот находясь в центре Москвы, подвернётся какой-нибудь олигарх. Тем более, что с тюнингом у Лены сейчас всё в порядке. Губки подкачаны, голливудская улыбка. Завтра будет прическа от Ислама. Лена пойдёт к Исламчику, к своему стилисту, к которому она раньше ходила до переезда в Америку. Лучше него Лене прическу не делал никто. И я думаю, мы должны с нетерпением теперь ждать появления Лены в новом образе. Потому что в прошлый раз, когда она делала себе стрижку, это не было успехом. Помните, вот эта вот стрижка с какими-то выбритыми на виске узорами. Лену за это чморили, гнобили, травили. Ну, я этого не делал. Мне, кстати, кажется, Лене нормально было. Ну, не знаю. Посмотрим, что там за гламурная прическа будет от Исламчика. И, конечно, тогда уже Лена может спокойненько идти и покорять олигархов российских. И я уверен, что вскоре Лена вообще будет вещать с Рублёвки. Лена хэппи, рублёвская жена. Почему бы нет? Я считаю, что Лене нужно теперь идти только вперёд. Ни в коем случае не останавливаться на начатом. Тем более, что российский олигарх поможет Лене закрыть все её долги. И вроде бы говорят, что у Лены до сих пор есть какие-то долги в России, что её могут вообще не выпустить. Хотя, мне кажется, Лена уже решила все эти вопросы. Но если она их ещё до сих пор не решила, то замужество с российским олигархом – это то, что нам нужно. Вот вы утрёте всем нос, Лена. Если же не попадётся никакой олигарх на пути, пусть даже самый завалящий, то я считаю, что Лене нужно воспользоваться случаем и поучаствовать в программе Малахова. По крайней мере, послать туда заявку. А лучше, наверное, чтобы мы с вами все написали Малахову и попросили его связаться с Леной Хэппи, пригласить её на шоу, вставить её в какую-нибудь из тем, чтобы она нам рассказала, как она проживает свою жизнь в Америке, и как она работает дальнобойщицей, и как она ездит по Турциям и так далее и тому подобное, и заодно объявить, что она свободна, сердце её свободно, и она готова рассмотреть предложение от свободных неженатых олигархов. Вот такую я придумал для Лены программу на время пребывания в Москве, и надеюсь, что Лена этим воспользуется. Ну, а мой обзор получился сегодня немножко хаотичный. Какая-то сплошная солянка. Я сюда приплёл и Мадам Эс, и Лену Ланге, и Галину Смит на фоне происходящих событий в жизни Лены. Ну, я думаю, на этом всё. Я буду с нетерпением ждать ваших комментариев по поводу Лены и её приключений в России. Надеюсь, что у вас всё хорошо, и вы хорошо проводите выходные. До новых встреч на моём канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok